не имеют никакого распределения на группы и относительно нашей конституции российской федерации ведь там все это отражено прекрасно все понятно законы есть как бы кто что должен есть почему до сих пор нету так как должно быть уже за все эти как вы говорите 150 лет давайте мы скажем больше в гуманистическом контексте вы доктор педагогических наук вы руководитель инклюзивного центра федерального моцарт психологии отечественные ученые выгодский лев семенович как раз создал и обосновал теоретически те положения которыми мы руководствуемся преобразование детей с особенностями то есть экономика политика все-таки все это связано конечно то что мы сюда приехали очно это наверное уже свидетельство того что люди приглашают ведущих ученых они открыты для сотрудничества если говорить о небольшой территории ямала вот вы привели в пример лабытнанский детский садик ромашка я вас позволю себе поправить мы говорим о том что есть специальная система коррекционного обучения и вот давайте представим что все инклюзивные технологии внедрены во всех учреждениях есть все самое современное штаты укомплектованы стопроцентно что на выходе сила на борисовна вы доктор педагогических наук вы руководитель инклюзивного центра федерального скажите пожалуйста как специалист в этой области почему на ваш взгляд при том что уже много лет говорят внедряют инклюзивные направления в образование многие даже сами специалисты этих учреждений образовательных не понимают что такое инклюзия вы знаете это очень хороший вопрос спасибо вам за него мы не будем сейчас уходить в термины и в том числе и в те понятия которые нам транслируют западная система давайте мы скажем в больше в гуманистическом контексте мы понимаем с вами что сегодня вся наука все общество я имею ввиду вообще цивилизация мировая говорит о том что люди равны не имеют никакого распределения на группы и относительно нашей конституции российской федерации ведь там все это отражено право на образование касается каждого вопрос какие условия каждому нужны для того чтобы он мог реализовать свой потенциал и те свои на творческие способности реализовать индивидуально личностные способности так чтобы быть полезным обществу и чтобы в этой жизни себя найти удовлетворить себя как личность получать удовольствие достигать определенных результатов вот как раз мы будем говорить на процесс или организацию образования в форме когда ребенок у которого есть особые образовательные потребности кстати это определение очень хорошо отражено в законе об образовании мог свои потребности удовлетворить а возможности реализовать для этого конечно нужны три вещи первое это условия технические средства в том числе определенная среда конечно это кадры которые знают как учить такого ребенка и конечно это содержание а у нас более 150 лет существует наука дефектологии представителем которой я являюсь и ведущий моцарт психологии отечественные ученые выгодский лев семенович как раз создал и обосновал теоретически те положения которыми мы руководствуемся при образовании детей с особенностями и вот внедрение этих технологий в образовательный процесс а это сегодня можно сделать в любом образовательном учреждении и любое образовательное учреждение должно владеть этими технологиями средой кадрами содержанием потому что мама которая вышла из соседнего подъезда не должна думать как и довести ли найти то образовательное учреждение которое подходит ее ребенку она должна иметь возможность как любая другая родительница привести в ближайшее образовательное учреждение и получить там высоко квалифицированную коррекционно-педагогическую прекрасно все понятно законы есть как бы кто что должен есть почему до сих пор нету так как должно быть уже за все эти как вы говорите 150 лет нет вы знаете у нас была система и понятно что на нашей огромной территории и в на определенном этапе развития науки системы образования в российской федерации была создана своя удобная для этого общества система отдельных коррекционных школ и детских садов но мы опять же с вами говорим о тенденциях развития общества и сегодня мы понимаем что вот эти технологии не должны быть использованы только в отдельных организациях а вот как раз процессы системой это как раз то как они должны сегодня внедриться в процесс образования мы с вами хорошо обе знаем что ведь мы переживали разные времена и в том числе политические социально-экономические преобразования возможно не такое быстрое развитие новой системы обусловлены этими процессами то есть экономика политика все таки все это связано конечно когда мы находимся на краю земли в таком суровом крае и видим такие прекрасные образовательные учреждения которые в полной мере а здесь на 40 детей с ограниченными возможностями здоровья работает как раз 6 специалистов разного профиля мы видим междисциплинарную команду мы видим развивающуюся систему ранней помощи мы с вами можем точно сказать что процесс идет процесс достаточно динамичный но на такой большой территории наверное это не так интенсивно происходит как мы бы с вами вы имеете ввиду территорию страны страны а если говорить о небольшой территории ямала вот вы привели в пример лабытнанский детский садик ромашка что здесь вот это заметно что идет это развитие а если в целом говорить о ямальской системе образования как бы вы оценили здесь инклюзивная инклюзивную составляющую вы знаете то что мы сюда приехали очно это наверное уже свидетельство того что люди приглашают ведущих ученых они открыты для сотрудничества мы сегодня понимаем цифровые технологии позволяют нам общаться достаточно оперативно решать какие-то свои организационные вопросы но мы понимаем что и специалисты есть система сохранена есть межведомственное взаимодействие между системой здравоохранения мы также ее видим даже на этом учреждении есть контакт с детской поликлиникой что крайне важно и мы понимаем какую активную деятельность принимает социальная служба социальные работники также включены в этот процесс и работают семьями кстати для меня было большим удовольствием увидеть как активно и как профессионально действуют сотрудники социальных служб в отношении поддержки семьи а мы с вами знаем что здесь тоже многонационная представлена популяция и учитываются разные культурные традиции и вот давайте представим что все инклюзивные технологии внедрены во всех учреждениях есть все самое современное штаты укомплектованы стопроцентно что на выходе мы в результате получим посмотрите вы сказали инклюзивные технологии я вас позволю себе поправить мы говорим о том что есть специальная система коррекционного обучения есть специальные технологии обучения ребенка у которого те или иные проблемы и эти технологии разнятся с учетом этих проблем вот когда данная технология среда кадры и содержание будет представлена во всех образовательных организациях мы с вами получим такую ситуацию если наш с вами ребенок заболел и в на каком-то возрастном этапе или с рождения стал относиться к категории ребенок с ограниченными возможностями здоровья зрения или слуха мы с вами придем в соседнее учреждение и там будет тифлопедагог или сурдопедагог олигофренопедагог или логопед тот той квалификации который нам необходим либо даже если его квалификации не хватает его будут консультировать соответствующие квалификации специалисты и мой ребенок независимо от места проживания будет получать высоко квалифицированную специальную педагогическую помощь а в результате он сможет реализоваться как профессионал в какой-то профессии либо как минимум он будет обслуживать себя и вот это экономическое время снизится на государстве на общество в целом